Привет, Майн Либен! Я так долго тебя ждал, я сделала этот топ специально для тебя, потому что я люблю тебя больше, чем всё, что существует вообще в этом мире. Ты ведь тоже так ведь? И так? Я рад. Что ж, давай приступим. Десятое место. Ролу Лэмпируш из аниме Кот Геас. Настоящее имя неизвестно. С самого детства было оружием в руках культа Геас. Его Геас способен останавливать природные часы других людей, но взамен останавливает сердце самого Ролу. Был послан за тем, чтобы следить за Лелушем, но в результате играя младшего брата Лелуша проникается любовью к Лелушу и становится одержим Лелушем. И даже, собственно, предаёт священную британскую импульс. Да, я, конечно, могла бы сказать, что Ролу гей, но, учитывая концовку четвёртого фильма, я не удивлюсь, что выживи он, он бы в конце этого четвёртого фильма и где-нибудь уединился бы с Ниной. Девятое место. Лелуш в Британии из аниме Кот Геас. Семнадцатый наследник священной британской империи. После смерти матери был выслан вместе с младшей сестрой в Японию в качестве залога на мир. После англо-японской войны был объявлен мёртвым и взял фамилию Ламперуш. Помешан на своей эстре до такой степени, что решил стоять самим злом ради её счастья. К чему пришёл, по пути устроив революцию, а заодно убив свою первую любовь. Восьмое место. Алина Вадония из Ренабе «Дочь зла». Настоящее имя? Алексей Люциферн Дотриш. Но даже в «Хозяине райского двора», а это через пятьсот лет после его смерти, его именуют Алином. Арт отмечал, что Алин очень умный. В семь лет мальчик чуть не стал жертвой покушения, после чего был объявлен мёртвым и стал приёмным сыном Леонхарда Вадонии. В тринадцать стал слугой своей старшей сестры, то чувство, когда у тебя комплекс старшего брата, но ты самый младший. В пятнадцать должен был стать королём, но произошла революция, сам Алт помер за день до своего дня рождения. После смерти стал мальчиком на побегушках у Сикла. Но и с Бигем потусовался в Джакоку, ища реинкарнацию своей любимой сестрёнки. Седьмое место. Райто Сакамаки. Из аниме «Диаблок Лавалас». Один из трёх сыновей Корделии. Вроде как старшие, но странные японские традиции. В результате он считается младшим, и потому в тот момент, когда Аято должен был, по мнению Корделии, стать новым главой семьи, а Каната она использовала как свою личную пепчую птичку, Райто ей нафиг не сдался. Но потом Райто стал подростком, и у него появился Эдипов комплекс, и Корделия, как истинная мировая мать, решила развить это дело. Ну, а заодно она сделала Райто музахистом, а Райто в результате стал её ревновать чуть ли не ко всем её любовникам, вернее, ко всем, и практически всех старался уничтожить. Но при этом он не трогал своего отца, потому что понимал, что батя сильнее, а также он не трогал своего дятю, так как Корделия любила Риктора. Также Райто в один прекрасный день убил Корделию, поняв, что она шлюха, и чистой с ним она никогда не будет. А Корделия сама сказала, что лучший способ признаться в любви вампиру – это убить Юма. Шестое место. Юццуцу Хасагава. Персонаж из манги Пупа. Родился по залёту у двух школьников. Пятая точка данного перса приняла многих читателей, да и его младшая сестрёнка. Мясо оттуда любит. Уже с детства Юццуцу защищал свою младшую сестру Юмы от родителей. Мать считала Юмы монстром, а отец просто полоумный садист. Из-за отца у Юццуцу началось развоение личностей. Одна из личностей в точности подражала отцу. И эту личность Юццуцу в себе ненавидел, как и самого отца. И усердно пытался открыть своё второе «я» от младшей сестры, поскольку думал, что это может её шокировать. Усердно отрицал то, что любит свою сестру как девушку, но зато смотрите, какая у них лапочка родилась. При этом у нас тут не просто сискон. Ведь Юма, с точностью до любой клетки ДНК, является клоном матери Юццуцу. Когда Юма заражает Юццуцу куколкой, Юццуцу решает ставить для младшей сестры корм. Пятое место. Эдгар Джейси Эшенберт из игры Ренобай «Граф и Ферри». В детстве обладал слабым здоровьем. Когда мальчику было 12 лет, на поместье напали. Сам Эдгар стал последним выжившим. Его продают в рабство, а к любителю белокожих рабов. Где получил клеймо, то ли в виде креста, то ли в виде четырёхконечной звезды. Они как хотят, так и увидят. Эдгар сбегает, оказавшись в Америке. Там он встречает Армин и Рейвена, а также получает кличку Сэр Джон. Позже его снова продают в рабство. На этот раз к врачу, проводящему эксперименты по пересадке мозга. Именно у него Эдгар учится манипуляцией людьми. Вначале хотел использовать Лидию в качестве жертвы для меча Мироу и привязать её, влюбив в себя. Но в итоге влюбляется в сам и начинает балансировать от желания привязать к себе к желанию быть мягкой нявкой. Четвёртое место. Ичиру Кирию из Аниме Рыцарь-Вампир должен был быть съеден с своим братом Зерой ещё в утробе матери, но в результате появился на свет болезненным ребёнком с очень слабыми характеристиками для охотника на вампиров. Хоть ещё сон любовь Зеры к себе ревновал всех остальных к брату. Позже встречает Хьюу Шизуку и помогает ей убить своих родителей, но брата просит сделать вампиром. Вначале усердно заслужил Хьюу, переживая из-за невзаимности своих чувств к ней. В конце концов становится един с Зерой. Третье место. Россия. Он же Иван Брагинский. Из-за анимехи Италия. Из-за тяжёлого детства страдает развоением личности. Няши-милаши и садиста. Очень переживает из-за своих сестёр, Украины, которая ушла к Америке, и Беларуси, жаждущие выйти за брата. Собственно, Беларусь единственный страх Ванюша. Хоть ещё с детства принимал помощь генералу Морозу, зиму Ваня не любит. Но любит подсолнухи. Также Россия переживает из-за заявлений про свою фигуру, заявляя, что он не толстый, а толстокосный. Ну, а любит Ваня Ван Яо, то есть Китай, который боится своего огромного соседа. Так же, как, в принципе, и большинство стран. Собственно, одна из причин, почему у Вани такие проблемы с друзьями. Хотя ещё есть Америка и Франция, но с ними отношения так себе. Второе место. Король Яндеры. Тома. Из игры Амнезия. Сама Яндер и сущность есть в нём только в Амнезии Меморис и финал Амнезия Крофт. Хоть и является единственным ребёнком, с детства играл роль старшего брата для игрока Ишина. Очень боится одну продавщицу из магазина Нижнего Беля, которая плюёт на самоконтроль Тома и явно пытается пробудить у бедного стояк на игрока. Вначале думает, что является для игрока лишь старшим братом, а потому в целях самоубеждения начинает шутить про то, что у него не встаёт на младших сестёр. Хотя в плохой концовке ещё как встаёт. Также в режиме Яндеры, когда он у него просто фидаль в пол, у Томы появляются мешки под глазами. Так сказать, беги, сука, беги. Цель их спасти игрока от фан-клуба Ики запирает нас в клетки для больших собак и сковывает наручниками. Такая няша-милаша. И первое место. Алоис Транси из-за него Тёмный Дворецкий. Настоящее имя Джим Макен. Но Алоис больше предпочитает липу. Когда ему было около 7 лет, его родители погибли. И единственное, что держало его ещё в здравом рассудке, но это спорно, это его младший брат Лука, который дарил Алоису то единственное, что ему нужно. Любовь. Но однажды братья состоял вот такой вот разговор. Переносиним пламенем. Ратик, пусть все твои желания исполнятся. После этого разговора деревня сгорела, Алоис сначала. Ау! А потом он увидел труп в Луке. Бля. Следом Джима подложили под старого педофила Эрот Атранси. Ну, а дальше через постели к звёздам. Эрот погибает по неизвестным причинам. А потом вдруг не самое всего появляется пропавший 14 лет назад сразу после рождения граф Алоис Транси. И вместе с ним также появляется ещё два демона и три суккуба. И всей этой пятёрки Алоис одинаково имеет мозги. Ну, хотя небольшая разница есть. Дело в том, что Алоис вклодит своего спасителя, а потому усердно пытается добыть у него то необходимое, что Алоису нужно. Львовь. А Хану Алоис избивает, считает, что она соблазняет объект его любви. Но, благо, Алоис потом понимает, что Ханна слилась въедино с Лукой и она его любит так же, как и Лука, а может быть, даже сильнее. Тебе же понравилось, верно? Я ведь прав? Ты же никого не любишь, кроме меня. Если любишь кого-то, пожалуйста, скажи мне, кто это?